МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кандидат номер один. ЦИК приняла документы Владимира Путина для участия в президентских выборах. В регионах открылись избирательные штабы. В поддержку кандидата стартовал сбор подписей. Стратегия развития на ближайшие годы. Президент обсудил с правительством страны пути, по которым Россия будет идти дальше. Базой для этого вновь станут нацпроекты. Риторика западных СМИ меняет вектор. Пока их политики вводят новые санкции, издания выдают материалы о провальных действиях Украины и высоких достижениях российского лидера. Обновленный облик – одна из главных достопримечательностей Севастополя преображается. Обелиск, штык и парус откроют после реставрации. Работы вышли на финишную прямую. Новогодние красавицы на елочных базарах, войны в ассортименте. Готовимся к празднику, присматриваем, узнаем, откуда везут и сколько берут за дерево. На этой неделе Центральная избирательная комиссия приняла документы, поданные Владимиром Путиным для участия в президентских выборах и зарегистрировала инициативную группу, которая была создана в поддержку его самовыдвижения. Таким образом, было получено разрешение на открытие специального счета, начало сбора подписей, их нужно 300 тысяч, и был дан старт избирательной кампании кандидата номер один. Владимир Путин стал первым, кто подал документы на выборы 2024. Что касается инициативной группы избирателей, ее формированием занимался Общероссийский народный фронт. Напомню, собрание проходило в Москве, в Заряде. По закону нужно было всего 500 подписей. Но поддержать Владимира Путина съехали свыше 750 человек. Политики, культурные деятели, медики, спортсмены, ученые, герои спецоперации, общественники. И это число в разы могло быть больше, если бы позволяла вместимость зала. Среди активистов были и севастопольцы. Вот вы с Москвы вернулись, вы были в инициативной группе. Да. Ну вот, обоснуйте свое решение. Я второй раз уже участвую в инициативной группе. В 2017 году мне тоже посчастливилось быть членом инициативной группы. Вы знаете, для меня не было, пока нет выбора. Для меня, вот как я себе вижу и понимаю сегодняшнюю ситуацию и руководствуюсь своими эмоциями, я вижу единственного кандидата для себя. Это Владимир Владимирович Путин. Точка. Вот вы правильно говорили всю передачу. Это же восторг, насколько человек владеет ситуацией. Насколько он озабочен проблемами каждого гражданина страны. Это очень важно. И даже в его любой речи, в любом его тезисе звучит абсолютное уважение каждому гражданину великой страны. Нет сейчас, кто мог бы составить конкуренцию Владимиру Владимировичу Путину. И сейчас задача какая? Чтобы у телевизора люди не остались. Почему? Потому что если бы было мирное время, можно было бы у телевизора остаться, там он победит. Сейчас задача объединиться всей стране, объединиться вокруг нашего национального лидера и показать коллективному Западу, показать нашим откровенным врагам, так сказать, оппонентам, что страна едина, поддержит своего президента. Об этих же задачах, в том числе, шла речь и на 21-м съезде самой крупнейшей политической партии «Единая Россия», которая тоже состоялась в Москве. Стоит отметить, делегаты также единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатам в президенты. В свою очередь, он сказал, далее цитата, «Время требует от нас твердости и сплоченности, рассчитываю на совместную работу с вами в интересах нашего народа». Конец цитаты. В работе съезда принимал участие и секретарь Севастопольского регионального отделения партии, губернатор Михаил Развожаев. Вместе с ним город-герои представляли сенаторы Сергей Колбин и Екатерина Алтабаева, депутаты Госдумы Татьяна Лобач и Дмитрий Белик. Партия выступает политической опорой нашего президента. И Владимир Путин сегодня наш кандидат на пост главы государства, подчеркнул губернатор Михаил Развожаев. «Для Севастополя это вообще важнейшее решение, что в Севастополе поддержка нашего президента близка к 100%. Севастопольцы помнят 2014 год, и как лично Владимир Владимирович принял решение и поддержал возвращение Севастополя и Крыма в состав России. Поэтому для нас это сегодня важнейшее политическое дело, которое сделала партия. Мы, конечно, сделаем все для того, чтобы победа, как сегодня неоднократно было сказано президента, была максимальной, с максимальным результатом, при максимальной явке, потому что я уверен, тут даже особо ничего делать не надо будет. Люди в Севастополе придут и поддержат Владимира Владимировича». Первый избирательный штаб Владимира Путина официально открылся на этой неделе в Москве. Аналогичные будут во всех регионах. В субботу стартовал сбор подписей в поддержку кандидата. Продлится он до конца января. В Севастополе штаб находится по адресу улица Ленина, 39, работает ежедневно с 10 до 19 часов. И именно сюда можно приходить с паспортом, чтобы поставить подпись в поддержку Владимира Путина. Также здесь проводятся личные приемы и встречи с севастопольцами, заседания, экспертные советы, юридические консультации. Сопредседателями штаба стали руководитель регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Лариса Мельник, руководитель комитета семей воинов Отечества по Севастополю Виктория Тупчененко и директора музейного комплекса 35-я береговая батарея Валерий Володин. Задача штаба нашего избирательного как раз таки выслушивать людей. И эти предложения, как и раньше, мы будем отправлять по назначению. Одни решаются в муниципальных образованиях, другие – городским руководством, правительством, третьи – депутатским корпусом, а четвертые, возможно, на месте сразу. Соперники Владимира Путина окончательно определятся к 10 февраля. Тогда ЦИК должна завершить регистрацию кандидатов. Как рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, претенденты еще есть. Принято 16 заявок. Ожидается, что это еще не все желающие. Голосование, напомню, продлится 3 дня – 15-16 марта и основной день – 17 числа. И отмечу, Севастополь и Республика Крым вошли в число 29 регионов, где на выборах президента будет применяться дистанционное электронное голосование. То есть выполнить свой гражданский долг будет проще простого, так сказать, не выходя из дома. Нужны будут только компьютер или телефон с выходом в интернет. Тем временем Россия продолжает подводить итоги года. И вот на минувшей неделе президент провел заседание Совета по стратегическому развитию нацпроектом с правительством страны. Ключевые тезисы прозвучали по различным сферам. Это и медицина, и образование, спорт, поддержка семей, материнство и детство, комфортная среда, экономика, промышленность, развитие сельской местности, экология и так далее. Президент отметил, в следующем году первый цикл нацпроектов, сформированных еще в 2018-м, завершается, а дальше нужно больше. То есть расширить горизонт планирования на десятилетия вперед. Возможности? Возможности возросли, подчеркивает президент. Так же, как и запросы общества. Ключевая задача правительству подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты. Мы сейчас накопили такой потенциал, который позволяет нам выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны. Все наши планы в развитии инфраструктуры, социальной сферы, в поддержке демографии, предельно реалистичны. Мы с вами постоянно сверяем часы по этим направлениям. Они опираются на экономические возможности страны, учитывают динамику ее отраслей, индустриальный рост. Российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям. Наши компании сохранили ритмичную работу, укрепили логистику, заменили ряд иностранных материалов, комплектующих, в том числе, на отечественные аналоги, на продукцию российских предприятий. За январь-октябрь текущего года обрабатывающая промышленность выросла на 7,4%, а инвестиции за три квартала прибавили 10%, то есть дали перспективу развития. Это в целом по экономике. А в обрабатывающей промышленности приток капиталовложений еще выше. За январь-сентябрь 12,2%, за третий квартал вообще 35%. Обращаясь к членам правительства, президент акцентировал внимание на необходимости закрепить положительную динамику и приумножить за счет инвестиций растущего внутреннего рынка, и чтобы никаких скачков цен. Санкции Россия выдержала. Курс на построение экономики предложения. Сегодня в России сложились уникальные рыночные возможности для открытия современных производств и модернизации действующих предприятий. Для создания новых, и хочу это особо отметить, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Наша экономика должна стать экономикой квалифицированных кадров и хороших высоких заработных плат. Мы развиваем систему комплексной поддержки экспорта российских товаров и услуг. Помогаем нашим компаниям переключиться на перспективных партнеров. В Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке, в Африке укрепляем связи со странами Евразийского экономического союза. Но, кстати говоря, хочу отметить, что мы не закрываемся ни от американского континента, от Северной Америки, США и Канады. Мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Стало ясно для всех, что если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем. Но это их дело и их решение. Пускай они сами думают, чем они руководствуются, какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей собственной страны, своего народа, своих людей по развитию отношений в мире и в целом важный элемент нашей работы создание независимой финансовой платежной инфраструктуры, широкое использование национальных валют в торговле. По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчетах удвоилась и сейчас составляет 35%. А вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%. Идет замещение внешних источников кредитования российских компаний внутренними. В обращении к членам правительства вновь прозвучала важнейшая установка президента. Достижение суверенитета, технологического, финансового, кадрового, любого. Кстати, правительству поручено выстроить систему мотивации учебных заведений по тем направлениям, которые востребованы на рынке труда. Россия должна быть полностью независимым государством, без оглядки на кого-либо. Все наши решения и действия по развитию экономики и созданию новых рабочих мест, благоустройству городов и поселков, улучшению экологии, развитию системы здравоохранения, образования, культуры, занятий спортом объединены главной целью. Это сбережение нашего народа, повышение благополучия российских семей. Семей с детьми, конечно, прежде всего. Так президент перешел к еще одним задачам, которые будут решаться в год семьи, которым объявлен 2024-е. Глава государства поручил оперативно разработать меры для защиты материнства и детства, установить статус многодетной семьи на федеральном уровне соответствующими льготами и механизмами поддержки. Ключевое направление демографический рост. Вновь хочу подчеркнуть, сбережение народа это наш приоритет на поколение вперед. Повторю, в ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов, первостепенные значения нужно уделять именно вопросам поддержки семьи. Такие вопросы должны быть, что называется, сквозными во всех наших планах и программах. Приоритет государства сбережение народа, а ведь именно народ России является носителем суверенитета и единственным источником власти. Эту принципиальную ключевую норму Конституции вновь подчеркнул президент на этот раз на торжественном заседании Совета законодателей. Оно состоялось на этой неделе и было посвящено 30-летию Федерального собрания Российской Федерации. Участниками были депутаты и сенаторы. Глава государства отметил работу федерального и региональных парламентов их ответственный подход к решению стоящих перед страной задач. Теперь есть взаимопонимание и задан вектор движения к единым целям. А когда-то все было по-другому. После распада Советского Союза законодательство выстраивалось с нуля. За это время Россия прошла путь от слабого до одного из сильнейших государств в мире. Надо сказать, что не сразу все получалось. Были склоки, драки и чего греха таить огромное количество принималось решений, которые финансово не были обеспечены. Но ситуация изменилась кардинально к лучшему, когда президентом был избран Владимир Владимирович Путин. Президент за короткий промежуток времени сформировал эффективную политическую систему, эффективную экономическую модель, которые противостоят вызовам, с которыми страна не сталкивалась никогда. Владимир Владимирович Путин отдал часть своих полномочий нашим гражданам для того, чтобы избиратели через своих депутатов назначали министров, вице-премьеров, председателя правительства. Это было правильным, прозорливым решением. Мы стали чувствовать общую ответственность за принимаемые законы. Владимир Путин отметил работу законодателей в вопросах социальной политики, здравоохранения, образования, сбережения культуры, традиционных ценностей и отдельно по вопросам специальной военной операции, когда та или иная инициатива, направленная на поддержку участников или ветеранов СВО, становится законом. Возвращаясь к нормам Конституции, вспоминаются еще слова нашего президента. Сила России заключается в ответственности гражданского общества, а единство народа является главным условием побед и достижений государства. По всем показателям, несмотря на обрушившийся шквал санкций, враждебные настроения и действия ряда стран, Россия уверенно идет к своим целям и не собирается отказываться и от целей специальной военной операции. Так Владимир Путин ответил на один из вопросов, ранее прозвучавших на прямой линии, и такое же заявление президент сделал в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Ведомстве также подвели итоги года, обозначили планы на следующий и приоритет развития армии и флота. Верховный главнокомандующий выразил особые слова благодарности всем участникам специальной военной операции и отметил, что наши войска на линии боевого соприкосновения владеют инициативой. Украина несет тяжелые потери, но все еще пытается показать какие-то результаты провалившегося контрнаступления. Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжая незалежную развединформацию и вооружение. И что еще отметил Владимир Путин, резко выросла активность НАТО. В США перебросили войска границам России. В Североатлантический альянс втянута Финляндия на очереди Швеция. Россия наращивает военное присутствие и оборону в Ленинградской области. Кстати, миф о неуязвимости западной военной технике рухнул. Современные российские возможности оказались куда более прогрессивными. Наша техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации. Показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. Гособоронзаказ в этом году выполнен на 98% по сравнению с прошлым. Поставки вооружения и техники увеличились втрое. В планах оснащение вооруженных сил роботизированными комплексами и боевыми лазерами, увеличение выпуска высокоточных снарядов и беспилотников. Россия готова к любым вызовам и защите своих территорий. На коллегии Минобороны Владимир Путин еще подробно остановился на Крыме и Донбассе. Вспомнил о событиях 2014 года об отказе Запада исполнять Минские соглашения. подчеркнул, что гарантом территориальной целостности Украины могла бы быть Россия. Но любые договоренности возможны только с учетом интересов нашего государства. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем. Но свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России. И в Европе, и в Соединенных Штатах. Хотят договариваться? Пусть договариваются. Но только исходя, мы будем делать исходя это из наших интересов. Пока Евросоюз принимает очередной пакет санкции, готовит новый, планирует поставку какого-то вооружения незалежной, происходит парадокс. Западные СМИ публикуют негативные посты по ситуации на Украине и неожиданное высказывание о Владимире Путине. Вот к примеру. Киев имеет мало шансов взять какие-либо территории, а для ведения переговоров способен разве что угрожать дронами и ракетами. При этом Украина еще долго будет ждать западную намного более развитой промышленности. И даже эта помощь Запада сейчас находится под вопросом. Год начался с больших надежд ВСУ, планировавших контрнаступление на Россию. Закончился он разочарованием на поле боя, все более мрачным настроением среди украинских военнослужащих и тревогой по поводу будущего западной помощи. Это был хороший год для Путина. Я бы даже сказал отличный. В следующем году обстановка на международной арене может стать еще более благоприятной для российского лидера после президентских выборов в США, где нарастает недовольство непрекращающимся спонсированием Зеленского. Так почему же риторика западных СМИ меняется? И меняется ли? Мы тоже на этой неделе обсуждали этот вопрос в нашей студии, и вот какое мнение прозвучало. Настолько глубокое погружение в детали говорит о том, что Владимир Владимирович действительно в материале по всем вопросам. И я уверен, что ни один западный лидер, по крайней мере из тех пресс-конференций, из публичных выступлений, похвастаться таким знанием своей стороны и происходящего в своей стране не может. Четыре часа отвечать на вопросы, не бояться даже неудобных вопросов, не бояться даже провокационных вопросов, это, конечно же, большое мастерство, у которого Владимир Владимирович владеет в совершенстве, и этим, я уверен, он подкупает. Это прежде всего. Поэтому личные отношения положительные, он вызывает очень многих жителей западных стран, потому что такому сильному лидеру, откровенно говоря, завидуют, что есть такой в России сильный лидер, и это первое. Второе, это, конечно же, что наше общество сейчас максимально консолидировалось вокруг верховного главнокомандующего, и несмотря на беспрецедентные 12-13 пакетов санкций, на поставки вооружения со всего мира в Украине, мы все равно идем своей дорогой, все равно добиваемся всех поставленных задач, и это, конечно же, обескуражило западные страны, потому что наконец-таки к ним по чуть-чуть стало возвращаться здравомыслие и трезвость рассуждения о том, что Россию так не сломать, и в любом случае придется говорить о том, что Россия это суверенное государство и всегда, везде, во всем мире будет отстаивать свои интересы, и это, конечно же, поменяло восприятие западных СМИ, на мой взгляд. Время, как говорится, покажет, каким еще умозаключением придут западные СМИ, эксперты, а там, может быть, и политики. Мы же не стоим на месте, Россия движется вперед, потихоньку возрождаются и в Соединенные территории. К примеру, на этой неделе завершился ремонт дороги, которая связывает материковую часть России с Крымом через исторические регионы страны. Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснулин. Хорошие дороги в новых регионах – это один из факторов их социально-экономического развития. Темпы работ на них высоки. Например, уже завершили ремонт стратегически важного сухопутного маршрута в Крым по территории новых регионов вдоль Азовского побережья, готова уже порядка 360 километров магистрали, связывающих Большую Россию с Крымом. Передвижение по обновленным автотрассам станет комфортным и для транзитного транспорта, и для самих жителей этих регионов. Отметим, масштабную работу начали в прошлом году. Тогда на территории ДНР и Запорожской области привели к нормативу около 160 километров дорог. В этом отремонтировали около 200 километров уже в Херсонской и, опять же, Запорожской областях. Параллельно делали семь мостов в составе трассы. В Севастополе тоже отремонтируют еще два моста в 2024 году. Один из них находится на подъезде к Любимовке, второй к Поворотному. Сдать объекты планируют уже к концу следующего года. Контракт получила компания, выполнившая капитальный ремонт подземного перехода на проспекте генерала Остревкова. А вот реставрационные работы на одной из достопримечательностей Севастополя подходят к завершению. Это обелиск, штык и парус. На этой неделе с монумента начали снимать строительные леса. Построен он был в 1977-м, с тех пор и не ремонтировался ни разу. В каком состоянии был в последнее время, севастопольцы прекрасно знают. В начале этого года в обелиск начали вдыхать новую жизнь. Сейчас уже отреставрировали скульптурные рельефы, горельефы, восстановлены буквы на исторической надписи, обустроены террасы из мозаичного бетона с гранитной крошкой, установлена дренажная система, подсветка и видеонаблюдение. Далее благоустройство территории и планируется, что открытие будет уже в следующем году. А в этом, можно сказать, новогодний подарок уже получили горожане, проживающие на Фиоленте в районе Монастырского шоссе. Там появилась первая спортплощадка. Построили ее по просьбам местных жителей. Не без сложностей в этом районе не было подходящего земельного участка. Это отмечал губернатор Михаил Развожаев. Подчеркиваю, что Фиолент один из самых быстро растущих районов Севастополя, который нуждается в развитии социальной инфраструктуры. Участок помогли найти сами жители. Однако, чтобы построить на нем площадку, пришлось сменить вид разрешенного использования этой земли. Раньше здесь были кусты, камни, заросли, остатки мусора, видимо, 90-х годов. Пройти невозможно было. Сейчас это место превратилось в оазис спорта. Каждый ребенок, молодой человек может провести здесь время с пользой для здоровья. Это огромный вклад в развитие Фиолента. Мы очень благодарны нашему губернатору Михаилу Владимировичу за это. Большое спасибо. В преддверии Нового года одно из севастопольских средств массовой информации отмечает день рождения. И это узнаваемое, всеми любимое Слава Севастополя. На этой неделе газете исполнилось уже 106 лет. Вспомним, каким было раньше легендарное издание и расскажем, как живет сейчас. Моя коллега Анастасия Синица окунулась в историю Славы. Старейшая городская газета, которая вот уже больше века прославляет Севастополь, знают и читают ее, пожалуй, все, независимо от возраста или рода занятий. Бесплатно взять с собой Славу Севастополя можно, например, в офисе штаба «Мы вместе» на Ленина 39. Свежий номер с собой забрала и я. Название Слава Севастополя много лет у всех на слуху. И то, что когда-то оно было совсем другим и даже несколько раз сменялось, сегодня знает не каждый, а появилась газета в 1917-м как известие Севастопольского военно-революционного комитета. Позже ее переименовали в известие Севастопольского совета рабочих, крестьянских и военных депутатов, затем в маяк коммуны. Первый номер под привычным названием «Слава Севастополя» вышел в свет 10 мая 44-го, на следующий день после освобождения города от фашистов. Заголовки менялись, а принципы работы корреспондентов нет, писать о Белокаменном и его жителях, истории и культуре, успехах и достижениях, пропускать статьи через себя и, конечно, быть объективным, говорить правду. Газета взрастила многих известных журналистов. Из стен ее редакции вышли основатели и мэтры Севастопольского телевидения Борис Эскин, Федор Кужим, Лариса Кужанова, Владимир Милянский. Это был настоящий культурный центр Севастополя, потому что здесь собирались все известные люди не только города, все, кто приезжали знаменитости, ученые, космонавты. Кроме того, здесь собирались все севастопольские поэты, писатели, потому что литературное объединение городского города тоже было при слове Севастополя. В 80-е годы максимальный тираж составлял 120 тысяч экземпляров. Газету тогда выписывал почти весь город. В 2022-м нависла угроза закрытия из-за финансовых трудностей издательства. Сохранить славу Севастополя помогло правительство. С редакции был подписан двусторонний договор о смене учредителя. Им стало управление информационной политики. Также были переданы награды газеты, медаль за оборону Севастополя и орден знак почета. Сегодня легендарная слава входит в состав медиахолдинга севастопольской телерадиокомпании и, безусловно, продолжает развиваться. Время очень большое большое количество обращений и тогда было к губернатору, чтобы ее не закрывали. И сегодня, уже спустя год работы, мы получаем очень много откликов о том и благодарности за то, что газета не закрылась и продолжает выпускаться. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что я говорила год назад, что эта газета в первую очередь о людях и о городе. И мы эту традицию сохраняем. В свои 106 печатное издание по-прежнему молода душой и любима севастопольцами. в день рождения старейшей газеты ее читатели желают оставаться такой же актуальной, информативной и, конечно, полезной для города-героя и его жителей. Газету «Слава Севастополя» знаю, регулярно читаю. Радует, что там есть события, которые относятся как в целом к нашей стране, так и отдельно к нашему любимому городу Севастополю. И хочется поздравить ее с днем рождения. Пусть коллектив и дальше радует нас прекрасными статьями. Газету «Слава Севастополя» знаем, читаем. В газете пишут о севастопольцах, о мероприятиях в городе, об истории города пишут в газете, поэтому мы ее читаем. Сколько мы живем, столько ее и читаем. Она наша любимая, севастопольская. Все новости, которые пишут там, мы всегда приветствуем, знакомимся. Так что нам очень нравится. К поздравлениям присоединяется и весь коллектив нашей телерадиокомпании. И пусть севастопольской славе всегда будет о чем рассказать. Что ж, ровно через неделю Новый год. Готовитесь? Мы тоже елку-студию уже нарядили. Как же без главной новогодней красавицы. А вы планируете устанавливать? Кстати, на этой неделе в Севастополе открылись елочные базары. Мы заглянули туда, узнали, какой ассортимент и какая цена. Не за горами, пожалуй, самый волшебный для многих праздник Новый год, который, как правило, не обходится без своего главного атрибута новогодней елки. К слову, городские елки уже установлены и наряжены. А вот как обстоят дела в домах у севастопольцев накануне предстоящего торжества, сейчас и узнаем. Вы елку новогоднюю уже ставили? Ну, еще нет. Нет? А планируете? Конечно, видите, уже купил даже для елочки. А какую хотите? Живую или искусственную? Можно и живую. Да, поставил. Наряжали, да? Да, наряжали. А скажите, а какая она у вас? Искусственная или живая? Нет, настоящая живая. Детям приятнее, пахнет хорошо. Сразу чувствуется запах веса. Хотелось бы, конечно, живую. А почему? Вот вам живая больше. Ну, как-то напоминает детство. Во-первых, запах в комнате. Все-таки живую, оно и есть живую. Почему живую? Да. Ну, может быть, хочется какого-то уюта, запаха, ой, праздника. Искусственная не даст таких эмоций. Почему бы вы на живую взяли? Чтоб запах был. Хочется вот свежего запаха. Выбор живых новогодних деревьев в этом году действительно большой. Пышные, стройные, однобокие и раскидистые. С 18 декабря зеленых лесных красавиц начали продавать во всех районах Севастополя. Всего 19 площадок. Список адресов размещен на сайте правительства. На одной точке от 300 до 1000 штук деревьев. Высота от полуметра до 5 метров. Удовлетворит запрос даже самого требовательного покупателя. В ассортименте сосны и елки, привезенные с материка. Все привезено с Перми, с Пензы, с Башкирии. Крымских нет. Крымская сосна у нас в Красной книге, поэтому ее не разрешают вообще осуществлять. Настоящую лесную сосну в этом году можно приобрести по цене 1000 рублей за дерево в зависимости от размера и пушистости. А вот елки ценятся чуть дороже. Вот у нас, смотрите, вот такая вот зелененькая, пушистенькая, красивая елочка. Примерно 2 метра ростом. Стоит по ценовой политике 2000 у нас. Со всех сторон у нас симметричная. Еще у нас есть елочки вот такие вот красивые, тоже пушистенькие. Ну, у них запах чуть-чуть другой. За 100-200 рублей покупку упакуют на месте. Для этого предназначен специальный барабан с сеткой. Для установки новогоднего дерева может понадобиться устойчивая подставка. Она здесь тоже есть. Есть крестовинки у нас пластмассовые, железные под разные размеры. Вот, то есть, ну, выбор есть. Металлические у нас 700 рублей, 800 рублей, в зависимости от размера пластмассовые по 1000 рублей. А для того, чтобы сосна либо ель в новогодние праздники радовала как можно дольше, специальные рекомендации от продавцов. Ель стоит недолго, ель около месяца стоит. И то, если не возле батареи, вот шерстяным носочком, чтобы водичку отпитало. А сосны будут стоять долго, полтора-два месяца. Они стоят смело. И не так важно, какое хвойное дерево будет в новогодние праздники украшать дом. Главный подарок – это хорошее настроение и время, проведенное с родными и близкими. Уходящая неделя была наполнена различными событиями. Такой запомнили ее мы и рассказали вам. Меня зовут Наталья Двойцина. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова